Танкисты Как бы Благо, что игра заставляет выкачивать Абсолютно всю технику То есть, да, в определенный момент у тебя Встает преграда в виде того, что тебе не дают Начать прокачивать ИС-3, потому что у тебя там Не прокачена какая-то ПТ-шка третьего левела Корыта, на котором ты все равно ездить не будешь То есть, ты идешь, вкачиваешь эту ПТ-шку, после чего тебе говорят, о, молодец Теперь ты доказал, что достоин вкачать ИС-3, вот, и, то есть Встала такая планка здесь, что пришлось вкачать КВ-85 дополнительно, и поэтому Этот видос появится, то есть, так бы я не стал На него опыт тратить, да, ибо ступень-то уровень Уже пройденный, вот По крайней мере, можно Сэкономить деньги на покупке этого танка, потому что Если вы играете, хоть и с премиум-аккаунтом Ну, а большинство сейчас, я уверен С такими ценами на премиум играет Без него, вот, и не являетесь Скорее всего еще обладателем какого-то премиум-танка Который, как я понимаю, больше денег Здесь, да, приносит, да, на 100% Судя по этой таблице Вот, у вас есть еще и Как бы и финансовый барьер в этой игре Плюс тут еще экипаж, надо обучать Там тоже на это деньги тратится Я-то экипаж не обучаю за бабло, поэтому у меня 1.300.000 скопилось Так бы я, конечно, тут нищенствовал Если бы на экипаж тратился Вот, на покупке одного из этих танков Можно сэкономить где-то 1300, по-моему, серебра Ну, сама машина 200 стоит, да, по-моему И вот Экипаж там еще 40 косарей Ну и модули Вот, поэтому, то есть Можно так хрен к носу Прикинуть, посмотреть и решить Какую тачку из двух брать То есть две имеет смысла-то не имеет Вообще запись видео началась, конечно, из вылета, блин Что меня вообще порадовало Вот моя, кстати, наклейка на КВ 85, папочка Сталина написана Ну, как я это для себя перевел Я просто так прикинул, что, типа Ну, ИС это То есть КВ это предшественник ИСА Такой на пьедестале тяжелых советских танков Поэтому, типа, папочка Папочка Сталина, Иосифа Вот, и к записи игры началась, сука, из вылета Когда нажал в бой Потому что, блядь, игра обновилась И слетел вот этот значок совместимости С ярлыка игры С Windows С XP, короче, третьим каким-то у меня Должна такая херня стоять Это галочка, чтобы у меня Видеодрайвер не критовало Если галочка слетает То есть жмешь в бой И игра вылетает нахрен Ну, руку российского разработчика То есть Видно руку мастера, как бы, вот Сколько я играл в картофан, да В зарубежный для нас Никаких проблем вообще никогда не было Даже на бета-тесте Все работало практически идеально Здесь я Вот первый Самый первый мой видос Если посмотрите Я там полдня дрочился с этой херней Не мог понять, как вообще игру запустить Значит Что еще я хотел сказать, блин Сбивает вот эти вот вылеты Я столько всего нагородил там, блин И все Как бы, если игра вылетает Бандикам записи тоже критуется И уже восстановлению, в общем-то, не подлежит Это вообще просто бесит Неимоверно Значит, вот тут, кстати, идет Символ автоваза Совершенно бесплатно В комплекте с этим танком То есть Пока вы ездите на нем Танчик То есть Ведро болтается Значит Многие, кстати, на форуме Вернулись, короче Из деревень От бабушки, блин Школьнички такие Недалекие Которые смотрят видосы Мои не понимают А что это Перед тем, как поехать на каждом танке Не рассказываю, блядь В каком году он сделан Сука Какая у него броня Но это видео я на форум кидать, походу, не буду Потому что он будет с матюками Вот То есть Я должен как бы вертеть танком, блядь И зачитывать вот эту херню отсюда, блядь Масса 46 тонн Двигатель, блядь 666 лошадиных сил То есть Это танк сатаны, ёптать Что за 666 лошадиных сил Откуда Откуда тут такой движок взялся Вот Реалистичная игра Или реалистичная игра, на самом деле Да, там мне пишут Постоянно в отличии от картошки Ну Я не знаю В картошке хотя бы движок Реально историческому соответствует А что-то мне подсказывает Что если я сейчас в википедию загляну Я там 660 лошадок То у этого танка не увижу Ну ладно Не важно Короче 46 тонн это весит А вот его конкурент По ячейке весит Сука 52 тонны Но у него двигло Кстати помощнее Но Он в динамике Просто вообще Никакущая корыта Если КВ-85 Он Хоть как-то ездит Да А ИС после него Вообще даже на месте Не поворачивает То блин Как бы на фоне них КВ хоть как-то котируется В плане подвижности А так-то он конечно Колода еще та Но какая колода КВ-2 Кстати говоря Тоже реализм Реализм А где бетонные Бетонобойные снаряды У КВ-2 Вот исторически были Зато здесь в игре Есть какие-то Каморные снаряды Про которые я вообще Никогда в жизни Такого словосочетания Не видел Читал книги там Да в том числе Вот Суворова читал Там полная аналитика Да вот войны Кто с каким оружием Подошел Нигде во всей книге Нету Каморного снаряда Зато вот здесь Улитки откуда-то Выкопали Каморные снаряды Мне еще говорили Что типа World of Tanks Такая дерьмовая Балансировка Что там танки Нерфят Режут Блять Здесь такого типа Не делают Ну правильно Здесь балансировка Это короче Когда подкалиберный снаряд Какому-то танку С какого-то хера Дают А у другого С какого-то хера Подкалиберный снаряд Забирают Вот такая вот Балансировка То есть Один хрен Люди Которые Лютые адвокаты Улитки Они считают Что это реализм То есть Когда С какого-то хрена Т-34-85 С 85 С 85 Миллиметровой пушкой И Т-34-85 Просто У которого там ЗИС Какая-то там Пушка Блять Это оба танка Абсолютно одинаковые 85 миллиметров Пушка Но они здесь То есть сначала Ты прокачал И поездил на этом 85 Потом на следующем 85 Который вообще Блин Вот такой же Но у него Сука Есть подкалиберный снаряд А вот у этого 85 Миллиметровой Пушки Почему-то Подкалиберного снаряда Быть не могло Почему В чем разница Между этим танком Я вот этого Вообще не понимаю Просто Надо да линейку Чем-то заполнять Вот нахера Через Смотри Две-три-четверки Подряд идут Ё-моё Там КВ Тоже два Почти что Одинаковых В World of Tanks Такой фигней Не страдали Блин У меня постоянно Чувство такое Что я Вот эти два Иса Я уверен Что это одно и то же По сути Да там Но если ты задрот Там знаешь Что там у этой пушки На 5 сек побольше Перезарядка Там какие-то у нее Суперснаряды Наверняка добавились А я Как игрок Как скажем так Я в танках-то Ну ни хрена Типа не разбираюсь И мне Как бы не очень кайфово Ездить на одинаковых машинах По два раза подряд А если еще и первый Ис добавить То три раза подряд Просто у этого пушка Говно Она чисто там Как по манде Ладошкой похлопать И еще кстати Вот этот боевой рейтинг Здесь у каждой машины Это вообще маразм Такой походу Лютый просто Где танки балансируются Не по уровню Да потому что Первый левел М3 Ли попадает к танкам Какого-то херзан Какого-то уровня Потому что у него Боевой рейтинг здоровый С какого-то Члена Тогда объясните Почему у КВ-85 У которого пушка Блять ни хрена Не может пробить Боевой рейтинг 5.3 А у КВ-2 Который Как вы сами мне пишите Фугасом Мауса Ваншотит Боевой рейтинг 5.0 Всего Это почему это так Офигенная же машина Супер пушка Может Мауса ушатать А рейтинг такой говеный Зато у КВ-85 Регулярно там Тигра блять Второго в бою видит Ну и условно говоря Ладно Короче поехали в бой Реалистичный Все как все любят По-моему Это скучно Скучнотье А потом Короче перейду на аркаду Там В комментах Вопросец один написали Просили развернуто Ответить Вот короче Постараюсь Просто когда В аркадную режим Включаю У меня в голове Тумблерок Так переключается Типа С этого С юмора Как бы на Аналитическое мышление Нормандия Это не Нормандия А не Нормандия На самом деле Одна из таких карт Которую я не очень люблю Хотя по названиям Еще не ориентируюсь Так Ну первый в бой Пойдет КВ-85 Значит Вот здесь перед боем Оказывается Если наведешь Можно посмотреть Что за снаряды Сколько пробивают Бронебой Бронебойный Остроголовый Каморный Снаряд Блин Да тут все по-моему Снаряды Если не подкалиберные Фугасные То они коморные То есть коморный снаряд Это бронебойный Обычный Только здесь Почему-то еще Дополнили Каморный Типа это важно Не знаю Зачем Это сделали Это так же Как там У Аргейминга Тоже есть Ну как бы САУ А есть ПТ-САУ То есть Противотанковые А по сути То на самом деле Не было там Написано ПТ-САУ Никогда Было просто Самоходное Артиллерийское Орудие Там СУ Такой-то Да кстати Еще вот Столько знатоков Нашлось Которые Увидели Да что СУ 152 У меня А не ИСУ 152 Ёпта Я вам хотите Сейчас Короче Четыре фотки Найду Из интернета Блять Как Разные Да Как выглядит СУ 152 И как ИСУ 152 Я вам их Блин Поставлю И попробуйте Не угадать Блять Где ИСУ А где ИСУ Глядя вот Просто чисто Спереди На эти машины Они вообще Блин Одинаковые Поэтому Рассказывать Мне там По 20 раз Что там Это на базе КВ Это на базе ИСа Да ссать Большую кучу Они внешне Вообще Практически Ни хрена Ничем Не отличаются А веровать А веровать В то Что в этой игре Реализован Каждый миллиметр Брони Блин Каждая лошадиная То есть Что тут Такой реализм Бешеный Это конечно Бред полный Тут даже Танк Если на деревянном Заборе Подлетает Какой тут На войне Какой тут При стрельбе Может быть Реализм Чисто Чисто монетку Подбрасывает Ваншот Или нет Блин И зачем Ты еще Знаете Вот так Игра Чтобы казаться Умной Везде пишет Катаная Гомогенная Броня Расскажите У какого танка Негомогенная Здесь броня Бывала Вообще Негомогенная Какая-нибудь Другая Вроде Листовую Видел Катаная Гомогенная Броня Ладно Так У нас Разведчик Есть Вон он Едет Сейчас Сейчас его Шлепнут Я Подыму Определю Где враг Сидит Потому что В реализме До сих пор Как-то Я вообще В реализм Только для записи Играю Если честно Так он Мне не очень Интересен В нем Очень долго Прокачиваются Танки Потому что Сыграл На одном Танке Тебя убили И ты в ангар Идешь Не очень Как-то Способствует Развитию Ветки Еще здесь Такие хитрости Короче У игры Что Следующий Танк Вкачивается Ну по крайней мере Вот на этих Уровнях Быстрее Чем Модули На том Танке На котором Ты играешь То есть Ты берешь себе Новый танк Попадаешь В бои Нового уровня А у тебя Предыдущий Танк Еще даже Не топовый То есть Блин Дай бог Если у тебя Там снаряды И двигатель Вкачан А скорость Поворота Башни Она вот Отстает Вот я уже ИС-2 Купил Уже ИС-2 Прокачиваю А у КВ-85 До сих пор У меня Башня Не крутится Если я КВ-2 Не вкачивал То конечно КВ-2 То топовый Базара Нет Но игра Заставляет Иметь два Танка Вообще Конечно Вот Чисто Сразу Скажу Что Если Только На своем Уровне Бои Брать То КВ-85 Намного Лучше Чем КВ-2 Чисто На своем Уровне Он Крепенький Он точно Так же Всех Прекрасно Убивает Но Если Вы собираетесь Брать Танк С запасом Чтобы Еще На следующий Уровень Хватило Тут Конечно КВ-2 Получше Будет Со своим Гаубичным Дрыном Который Типа Может Ваншотнуть Мауса Это Если Ну Опять Какой-то Короче Блин Вон Он Блядь Тигр Ебать Как Классно На Тигре Стоять И нихуя Не ехать Конечно Так и Надо Играть На тяжелых Танках Так На ПТ Блядь В картошке Играют Стоят Как петухи Блядь В кустах На базе И ждут А здесь На чем угодно Люди готовы Так делать Потому что Любые танки Ваншотятся И дохнут Там Мне повезло Что он Блядь Еще Стрелок Такой Косорукий Вот Короче Мауса Я попробовал В этом В пробном Заезде Ваншотнуть С КВ-2 Ну Действительно Там Бывает Такое Что Под башню Попадаешь Маус Сюда И он Там Загорается Но Не ваншотится Точно Ваншотнуть Мауса Это Не знаю При абсолютно Идеальном Стечении Обстоятельств Там Ваншот У тебя Куда-нибудь В затылок Еще Может Маза Какая-то Есть А так Говорить Что КВ-2 Свободно Ваншотит Фердинанда Блин Ни хрена Не свободно То есть Поэтому Мне говорили Что надо Фугасами Стрелять По танкам Своего уровня Тройкам Бронебойный Я считаю Ваншотит Куда лучше Чем фугас Бронебойный Просто В любое место Создает Столько осколков Или Каморный Наверняка Все снаряды Походу Каморные Он создает Столько осколков Что танк Просто Дохнет Фугас Может Вообще Ничего Не причинить Никаких Повреждений Если там Меткость У КВ-2 Это вообще Не его фишка А вот Кто-то Ко мне Спиной Короче Подло В спину Сейчас Оп Все Башня Не крутится Да Я правильно Понимаю А там Его Сейчас Тигр Крыть Едет Сука Не 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 Краем Глаза Заметил Хорошо Вот Мне кажется На маленьком Мониторе Лучше Блин Здесь Играть Потому Что Потому Что Блин По большому Это как По кинотеатру Глазами Ползать Но Сейчас Повезло Я Но я знал Что там Тигр стоит Уловил Его Движение У немцев Вот немцы Чем в этой игре Хороши У них может быть Какая угодно Дерьмовая броня Это что угодно Можете ныть У них пушка вниз Опускается Они могут пользоваться Складками местности Это вообще Бесценно В этой игре То есть Когда ты Можешь воевать У какой-нибудь Кочки Да Там Выехал Выстрелил Там У тебя в это время В момент выстрела Броня стоит под углом Вообще Непробиваемым После выстрела Ты сразу назад Отъехал Немножко У совков Ствол вниз Ни на миллиметр Не опускается Я Блин Просто Просто в этой игре Меня это вымораживает Потому что Здесь Ну как в любой танковой игре Это как в картошке Земля очень горбатая Да То есть Ровные дороги Только в городе А все остальное Какая-то Вообще Горбы Блять Камни Скалы Что-то Ландшафт какой-то Как будто ты на Марсе Воюешь Сука И постоянно У тебя ствол задерется И не опустить Блять И все И в это время В тебя стреляют А ты не можешь То есть Очень гуманно Предлагают Кстати люди Брать их аккаунты Играть там На немцах На королевском тигре Ну блин Как я буду играть На немцах Если я не умею Играть на немцах Я возьму КТ Блин Сольюсь на нем Один раз Скажу что Танк говно И никому же Это не понравится Это же надо Несколько боев Там откатать На технике Да Чтобы грубо говоря Знать там Плюс-минус Как у батарейки Вот Иметь багаж Сравнение Этого танка Вау Откуда А вон Откуда ПТ А я эту ПТ Не пробиваю Это не важно Куда уже Куда там Она Она меня уже убила Как только она меня увидела Потому что Она еще стоит выше А КВ-85 У него такое пробитие Что Блин Не знаю Вот эту ПТ Я в лоб Вообще Никуда По-моему Не могу Пробить И Что странно Несмотря на то Что один фраг У меня есть Очков возрождения Мне не хватает Чтобы выехать В этот же бой На КВ Не очень Гуманно То есть Мне За Пантеру Ну вообще Вообще-то Вообще-то Раньше Не хватало Тут даже Блядь Не знаю Вроде Пантера Не такой слабый танк Чтобы за него Жили очки Вот И еще как бы Заметьте Да что Меня убили В очередной раз Из кустов То есть Я считаю Что когда В режиме реализма Здесь Реалистичные Да это бои А тут здесь Реалистичные Симуляторные Это типа разные Почему-то Вот В реализме Когда убрали Вот эти вот Индикаторы техники Да С карты Или откуда Они там были убраны Да Но мне написали Что раньше Типа были Маркеры целей В реализме А потом убрали То есть Игра автоматом Начала потакать Куста дрочером То есть Здесь Самая выгодная Херня Это встать в кустах И подождать То есть В этой игре То Что Тебя враг Увидеть раньше Чем ты его Да Потому что Ты вот едешь К нему по дороге Он в кустиках Вот там За камушком Стоит Он тебя увидит И его нет В этой игре Это фатально Потому что Тут Королевство Ваншотов Он в тебя выстрелит Ты помрешь Все Дай бог Если за тебя Есть кому Отомстить Да Опять же Начнут туда Целиться А там кусты Ничего не видно И он еще Кого нибудь Убьет Грубо говоря Здесь Техника Танковых засад Реализована Прям Супер Прям Прям Вообще Вот Как реалистично Да Что Танк из деревьев Там может Расстрелять колонну Да Как это было Во второй мировой войне Катуков Там Танковые засады Устраивал Первую машину Подбил Последнюю И все танки Расстрелял Еще остальные Но давайте Тогда еще Реализуем Неравенство команд А то что у нас Ровные составы Давайте Чтобы он Совочков Было в два раза Больше Чем немцев Грубо говоря С этой стороны Там 60 человек С этой 20 Воюют Но те пусть в засаде Сидят Типа того То есть Как бы там Надо как-то Делать разные Игровые задания Все таки А не просто Поедь на точку То есть здесь Вся разница в миссиях Это либо одна точка На карте Либо их три Ой как интересно Ё-моё Обалдеть Причем Когда три точки На карте Мне как бы Этот режим Больше нравится Там как-то Бодрее сражения Идут А точки Переходят Из рук в руки Одна точка Блин Вот как ее захватили Так она сейчас До конца игры Вот их не и будет То есть Мы захваты Тут уже скорее всего Не с ними Я уже сколько раз Замечал Это все равно Что как бы Я еще заметил Что в Берлине Да Верхний респ Всегда побеждает Там в 70% Случаев То есть На верхнем респе В Берлине 70% того Что победа Потому что С базы до базы Простреливается Все просто идеально Чудо ваншота Явилось нам 260 опыта Почему-то Дали всего лишь За эту ПТ Все Теперь Следующие 40 минут Сарай будет беззащитен Вот в этом плане КВ-85 Конечно получше То есть Скорострельность У этой игры Это очень Хороший плюс В отличии От Ваншотной Возможности Ваншотной Возможности Это великолепно Только когда ты С врагом Один на один Встречаешься А если бы Их было двое А я один Одного я ваншотнул Второй бы Пока я на перезарядке Меня разобрал То есть Тут все от этого Зависит То есть Много таких Как бы Нюансов В этой игре Когда Враг может Просто не дать тебе Возможность Для атаки Допустим Он стоит за углом Здания И ты В танках Можно Что-то В картофельных Что-то из этого Выжить Как-то там Поехать Зарикошетить Закружить его Что-то там Выскочить Здесь Если ты нос Из здания Высунешь Он выстрелит В тебя первым Блин Тебя переконтузит Водилу Механика Наводчика Еще что-нибудь Все На этом Для тебя Бой будет Закончен Поэтому Когда Здесь Встречаются С разных Сторон Камня Два танка Они стоят И тупят Очень долго Пока Кому-нибудь Из них Помощь Не подъедет Ибо Отсутствует Возможность Развивать Атаку Ну Артиллерийский Удар Если Это средний Танк У него Выкачан Может Узнать Артиллерийский Удар И под Прикрытием Пыли И дыма Высунуться И плюху Дать Опять же Условия Будут равными И этот танк Не увидит Куда он стреляет Там будут Взрывы Пыль Дым Что угодно Видно Ничего не будет Ну и конечно Уж я Блин Какой раз Промолчу Про то Что как Классно Здесь играть Без кустов На низкой графике Когда все видно Это конечно Убивает Вообще Всю эстетику Но ты зато Можешь нагибать А нагибать Для русского геймера Это Самое важное У меня он есть Кореш один Не думайте Что школьник Ему там Тридцатник Короче Он даже в аркаде Кусты выключил Даже там Без кустов Играет То есть Любое преимущество Надо использовать Вот так вот Рассуждает человек Мои рассуждения Что нахрен Мне играть В пластилиновую графику Блин Ездить по пустыне Без травы То есть Только для того Чтобы Только для того Чтобы там На один танк Больше Завой убивать Да нахрен Нам не надо Хочу Наслаждаться Качеством графики Благо тут Люди Постарались Хоть нарисовали Емое Главное Когда Начинаю Две игры Сравнивать Да Тут много Людей Пищит Что Ой А здесь В артандере Графика круче Да Графика круче И у каждого Второго ценителя Выключено Нахрен Чтобы видно Врага было нормально О Это что там Едет такое Смотри Не долетело Импотентная Пушечка Немножко Я забыл Что это Фугасина Блин Гребаная Она У нее Баллистика Как бы Немножко Другая То есть Снаряд Поменьше Долетел бы И попал Я уверен Но Тебя хер его знает Может я кривой На глаз Как бы Стрелять Тоже Надо учиться Она еще Как бы И на месте Не стояла А теперь Она где-то там За деревом Наверняка Меня выцеливает Ну Вижу Что в кого-то Стреляет О Я смотрю Здесь Как бы В реалистичных Боях До хрена Любителей На зенитках Повоевать Позбивать Самолеты То есть Хайлевельные Да Посрубать Медали Геракла Пособирать Там всякие За которые Награды Нехеровые Даются Ой Чисто в кабину Подвези Снаряд Там у него Танкисты Жалко Не разлетелись Как бы Кровавой пылью В разные стороны Это было бы круто Но кто деревья Вырубает Слушай Там вся гора Во врагах В реализме Конечно КВ-2 Он очень заметный Я думаю Это просто Гребаный Карабас КВ-85 Если хоть как-то Приземистый Хоть чуть-чуть То этот Сука Торчит В Берлине На нем Воевать Вообще Невозможно Он над всеми окопами Просто торчит Невыносимо Блин Отвратительно Так Он прогрузился Здесь на базе Какое-то время Все бессмертные Я знаю Либо я промазал Либо он был Да я промазал Либо он был Бессмертен Вот это вообще Конечно Огонь То что Какое-то временное Бессмертие дают А они в это время Еще и могут стрелять А ты не можешь В это время стрелять Вообще Конечно О Отмучился Походу Чувачок Это же третий Пазик был Да Вообще У меня была Моделька Такого танчика С экранами Он был ПЗ-4 Я думаю Что они просто Экраны Куда угодно Могли лепить Но В ряде моделек Именно Пазик четвертый Был с экранами А третий Без экранов У меня он Друг третий Слепил А я четвертый Как и задолбался Эти экранчики Потом Блин Гнуть Я его делал Типа подбитый Подкопченый А это мертвая У меня пулемета Нету Чтоб проверить Сейчас я тараном Проверю Живая что ли О Нифига Пулемет В реализме Дает смачное Преимущество Можно проверять Кто жив Кто не жив Здесь то Как бы Ну Вообще Такая тачка Должна была гореть Потому что Она маленькая This Russian Биас Я не знаю Что он Хотел Что он имел ввиду Я вон Russian Я на третьем месте На меня вообще Грех гнать Тем более Сам он как раз Где А хрен Где тут В заднице Эмст Что-то там Вон он Как раз Подо мной Биас Это Нет На звук Только Пчелы Так Он что-то Другое имел Имел ввиду Где-то Я тут танк Видел Короче Какой-то Мне вот нравится Играть в реализм Когда все слепые Когда Кусты мешают Не одному мне А все через них Не видят В равных условиях Я согласен Играть в реализм Вообще Каждый бой Но Когда Как бы Чую Ну Замечая Что меня через кусты Заметили И чпокнули В то время Как я не видел Это меня бесит Вообще Конечно КВ-2 Сейчас на редкость Везучий бой В том плане Что я его вывожу Просто Но Смотрите Мы базу Только недавно Отжали Кое-как Как бы Можно теперь Здесь стоять На КВ И ждать Когда-нибудь С базы Выезжать Но Их осталось Всего шестеро Я думаю Что с этой базы Выезжать Уже никто не будет Надо поехать Пойти Кого-нибудь еще По-братски По заднице Шлепнуть Своим 152 Миллиметровым Фугасом А мне кажется Точно Да 150 Я уже сомневаюсь В своих знаниях По-моему 150 миллиметров Но по виду Просто вот эта пушечка Она поменьше Чему зверобоя Как-то здесь нарисована Хотя получается Что должна Одинаково выглядеть Но мне кажется Там Из-за набалдашника Из-за пламя Гасителя Очень огромный Так как кажется Ствол Так Куда они обстреливаются На дороге Он показывает Да На дороге Или сверху На камнях Вон деревья падают Но там походу Кто-то пулями валит Ладно Надеюсь Что Компаньоны Правильно Помигали Туда Туда Где враг стоит И я сейчас Получается С тыла Зайду А КВ Зашедший С тыла Это как Это как Я не знаю Гей подкравшийся В тюремной бане Хочешь не хочешь Мыло Выскользнет Словно Условно Говоря Но Че тут Никого нету Союзники Вот они уже Как бы Враги Врагов Все меньше И меньше И теперь Их искать Надо дольше И дольше То есть Один из минусов Реалистичного режима Еще одного Убили Вот там А Они Сзади Так может Они тогда И на горе Могут быть Там На эту гору Уже можно Заезжать Вроде бы Я там Даже ездил Еще меньше Еще меньше О А вот это Что такое Стоит Даже Не видел Его Я просто Знал Я просто Понял Что он Стоит Там Чисто На чутье А это Слева Направо Или справа Налево Пули летят По-моему Сзади Кто-то Но Сука Я обратно Уже Не поеду Я там Было Не надоел Не люблю Одной Дорогой Туда И обратно Ездить Что Не касается Поездок На автобусах О Блин Нет Все таки То что Пулями Здесь Деревья Валятся Пока Очень Непривычно Учитывая Учитывая Что у меня Ни на КВ-85 Ни на КВ-2 Пулеметов Нет Они еще Здесь и летать Короче Могут Они могут И на самолетах Сидеть В реализме Здесь время полета Я так понимаю Ограничено Только бензином В баках А его Походу Здесь хватает Очень надолго Если здесь Вообще Бензин Учтен В самолетах Чисто в самолетных Боях Я знаю Там уменьшается Он увеличивается Не знаю На что влияет Вроде как На подвижность Даже А здесь У тебя что-то Не в курсах Меня сбивали Каждый раз Намного раньше Чем я успевал Прочухать Короче Всю фишку Полетов На самолеты В реализме Потому что Не знаю У зениток Очень низкий Балансный вес И я на своем Иле втором Попадаю Постоянно На такие зенитки Которые меня Взглядом сбивают То есть Только я увидел Трассеры Пуль И сразу я Ну а где В этот раз Ваншот Не получилось Не срослось Еще я ему Вырубил Только водил Наводчик И зарядка У него живы Поэтому сейчас Это будет стоить Пукана Нашей Восемьдесят Пятой Тричетверки Но я по-прежнему Мне по-прежнему Несмотря на то Что на КВ Бой такой удачный Да мне Восемьдесят пятка На этих левелах Нравится куда больше Просто КВ втором Повезло Мне кажется Ваншотить Но зато Во прикол Короче Вообще Следующий бой Тоже реализм Вот прям Вышел В бой Нажал И снова На эту карту Попал Сейчас Короче Попробую На восемьдесят пятом КВ Что-нибудь здесь Наколдовать КВ-2 КВ-2 Короче Вот не договорил Он такой Знаете Идеальный танк Вместе Просто Мститель Кто-нибудь там Тебя хлопнул Да Где-нибудь Издалека Блин С другого Конца карты Там Три-четверка Кто ваншотнул Иса Там этого Первого Блядь Такой обиженный Берешь КВ-2 Сука Выцеливаешь Эту мразь И отвешиваешь Ему Блядь Богатырского Снаряда В пердобак Блядь Фугасного Сколько там 50 килограмм Весит Да Это плюха Типа того Он очень тяжелый Снаряд Короче И все И ваншот Реально С другого Сторона Карты С другой Стороны Может С другого Конца Имеет Очень хороший Шанс Проконать Куда угодно Вообще Конечно Фугасами Прикольно Стрелять Но опять На своем Левеле Если То там И бронебойными Очень прикольно Стрелять Вообще КВ-2 Чисто Если вы Хотите Там Не знаю Давать Врагу Плюху Радоваться Этому Там А потом Полчаса Сидеть Ничего Не делать Кстати А где Мой ремкомплект У этого Танка Что-то Я не вижу Я купить Забыл Что-ли Странно Вот Очень долгая Перезарядки Очень Слабая Скорость У КВ-2 Остальное У него Все прям Хорошо И в башню Ему регулярно Засылает То есть Стоишь Так в окопе Где-нибудь Блин За бортиком И херак Тебли В кончик Башни Все равно Снаряд Прилетел Хотя Вроде Ты Весь Был Закрыт Просто Видимо Такая Баллистическая Траектория Снарядов Что Они Как бы Снаряд Перекидывают Через Окоп Ровно Тебе На башку Так Ну я тут Не один Еду Меня это Утешает Я надеюсь Что сейчас Метросирующие Пули Врага Покажет Чувачок Наверняка У него Кусты Отключены Я думаю Не зря В кусты Поехал Встал Где он Стоит В кустах Стоит Без Выключенных Кустов Хер Ты в них Постоишь Здесь Нету Реализации То есть Нету Такого Патча Мода Чтобы В кусты В прицел Не лезли То есть Даже Если Морду Из кустов Снегонца Высунул Все равно Они Прицел Закрывают То есть В картошке Как В кусты Чуть Нос Засунул И Кусты Становятся Для тебя Прозрачными Ты свободно Видишь Через них Ой У нас Сколько Подмоги Приехало Ой Хорошо Смотрите Война Джедаев Пошла Вот эти Трассирующие Пули Светящиеся Вообще Конечно Просто Джедаи Перестреливаются С этими Штурмовиками Имперскими Клонированными Но я Именно за этим Сюда и поехал Что Я так подумал Что Кто-нибудь Мне сейчас Пулями Укажут Где враги Стоят Чтобы Самому Не разглядывать Здесь только Что Боты Едут Так Как будто Они Тут Одни Просто Пофигу Меня Кстати Бот Недавно Убил С 28 Выстрела Я Вот сюда Приехал Один Вот в это Место Урага Подмога Пришла И меня Просто Со всех сторон Стали Дрючить Сбили Гусли Я Ничего Не мог Сделать Я Двоих Убил Остальные Меня Все равно Распердобачили Короче Так Где он Там Мне кажется Боты С ботами Перестреливаются Скорее Сего Вот это Вот это Где-то Рядом Уже Пролетело Я думаю Что В том Лесу Который Слева Наверняка Кто-нибудь Притаился Чую Засаду Чую Ну Как Танк Еле-еле Начинает Вертеться За камнем Это Просто Беда Конечно Да ладно Убили кого-то Я даже Не видел Что там Кто-то Сидел Так Там Чувак Горит Он Скорее Сего Мертв Да Куда Внимание Там Нет Никого Боты Палят Врага В кустах Поэтому Если Бот Куда-то В какие-то Кусты Стреляет Значит Где-то Там Стоит Вражина Ах Ты Ёб Твою Мать Откуда Боты Подписчиков Время 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 Игра Съедает Ужасно Просто И танки Качаются Долго И Вкачиваются В топ Эти танки Еще дольше Просто Невероятно Идут что вся школа-то тупая. Именно тупые школьники. То есть, есть школьники тупые, есть школьники вполне себе очень умные. Их абсолютное большинство. Потому что большинство всё-таки тупое, блядь, которое привыкло там слушать какие-то гайды, смотреть видео, где их научат играть. Ёпта-ти. Ну, сами-то не могут, нихрена. Им же надо всё, блядь, разжевать. Недостаточно знать, как танком управлять. Надо послушать умного дядьку, который расскажет, за каким камнем надо спрятаться, чтобы начпокать, блядь, людей побольше. То есть, вот. Вообще, конечно, вот игра поедает очень много времени. А я уже не в том возрасте, когда готов был время тратить на что угодно, просто безвозмездно, без выхлопа. Я, то есть, почему там, да, всё время бросал некоторые игры? Ну, конечно, не пробил. Это же американский лобешник, а это КВ-85, блядь, со своим дулом, из которого картонные коробки можно только, блин, простреливать. Ну, я вижу, что у него башня повернута вроде, да? О, да он, он повернулся ко мне бартолом, ю, и тоже не пробитие, да? Кто-то бы сомневался. Видимо, вся Америка денег в игру, блядь, вкладывала, чтобы американцы были непробиваемые. Не знаю, мне кажется просто, что если бы там совочек ездил, он бы уже, блин, был ваншотнут, и не раз. Короче, вот, там, играешь, играешь в какую-то игру, и постоянно, блядь, я задаюсь вопросом, ёбаный, на что я трачу своё время, да, там, грубо говоря, вот я сейчас, нахуй, даже не ебу, кто меня убивает, но сейчас всё равно меня убьют. То есть, да, удивительная, блядь. Мне не нравится. Я бы с куда большим удовольствием играл в доту, да, где я, блядь, где, как бы, не возникает у тебя такого вопроса, какого хера там меня пробивают, блядь, а я не пробиваю в маску орудия, да, в одно и то же, там. В доте нету, там, невидимых врагов, там, кроме Найтхаунда, там, в реке, то есть. То есть, я уже сторонник более таких аркадных боёв, потому что, когда вот такая сложная механика у игры, блядь, как в танках, да, она везде реализована уёбично, что в картошке, что здесь, блядь, просто одни вопросы у тебя постоянно, какого хуя тебе в дуло попали, и танк, блядь, взорвался, ёб твою мать, что за хуйня. Вот, как бы, постоянно, да, задаюсь вопросом, типа, на что я трачу своё время, на хрена, ну, тут пока вопрос, там, понятен, да, я имею, там, прирост подписчиков, там, неплохие просмотры, это всё собирает, да, то есть, пока что игра стоит своих свеч, стоит того, чтобы теперь, вот, в этой игре, блядь, прокачивать эти танки, у меня, в картошке меня, типа, не заебало это занятие, вот, это ж, типа, принципиально две разные игры, но ощущения-то у меня одни и те же. Я уже ездил на всех этих танках, только вот там, и теперь снова их сижу, прокачиваю, тут, вкачиваю какие-то бои, что-то играть, учиться, вообще, мое нелюбимое занятие, скажем так. Вот, и как только минусы от игры перевесят в плюсы, да, то есть, я врублюсь в эту механику, начну понимать минусы, блин, то есть, кричать, что разработчик опять ни хера ничего не понимает, да, когда там советский танк убивается в башню, блядь, а другие танки в неё даже не пробиваются, то есть, вот, когда всё это перевесят, да, количество выхлопа от этой игры, я скажу, извините, я пошёл, я пошёл играть в Доту, или в этот в Хирстоун, блин, я не знаю, образно говоря, хотя в Доту я уже тоже свою отыграл, не в Доту, а в Heroes of Never, там, ну, как бы, игра про первую Доту, такая быстрая, шустрая, динамичная, то, что есть свои косяки, то есть, там тоже из минусов, да, что каждый раз одно и то же, начинаешь, блядь, на одной и той же карте, с нуля пошёл, покачался, подрался, но в этом и плюс есть, там нету, как бы, задротства, там задротства чисто по скиллу, там нету такого, что надо что-то вкачивать, прокачивать, что там нету стокового героя, там, герой у тебя становится топовым за час, а не за месяц, то есть, я, ну, я уже говорил, что, да, вот, у каждых игр сетевых есть свои, там, плюсы, минусы, вот, откуда, чё сюда летит, я как бы не хочу в этой игре стоять в кустах, меня это просто бесит, блядь, я не наезжу игры, где надо стоять, что-то ждать, блядь, это вообще моя нелюбимая херня, а эта игра именно на этой разводе, то есть, она, знаете, для таких взрослых дядек, да, которым некуда в этой жизни вообще торопиться, они вот не задаются вопросом, да, там, куда уходит жизнь, там, они готовы два часа постоять в кустах, там, набить за бой 200 опыта, получить от этого, блядь, какое-то удовольствие извращенное, да, и всё, ночью, вечером спокойно спать лечь, а когда ты играешь в эту игру не просто так, а с какой-то целью, да, типа, канал развить там хочешь, там, не знаю, внимание привлечь, ещё что-то, тебе приходится играть в эту игру больше, чем тебе хочется, то есть, начинаешь там, хорошо, что здесь нет статистики, потому что я, честно говоря, в аркаде сливами уже танки некоторые прокачиваю, да, ну, невозможно, на мой взгляд, играть со стоковой пушкой у ИСа там, да, ну, конечно, ну, конечно же, нет пробития, ибо нехр, не со стоковой пушкой у ИСа, а со стоковыми снарядами у ИСа, вот, играть, нахуй, невозможно, ничего не пробивает, блядь, топовый снаряд, то есть, типа, за голду, теоретически лучше всего вкачивать, да, по немыслимым ценам этим, о, пошла жара, минус наводчики, так, где, 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 о, снежок, ты мой альбиносик, блядь, на тебе, нахуй, в ответочку, ёптать, приветочку, что у меня там внутрянка, понятно, наводчик, наводчик ранен в глаз наверняка, заряжающую, заряжающему руку оторвало, не может зарядить, ты куда собрался, ай, ну почему рикошет от квадратной башни, ну как, ёптать, о, боже мой, господи, а, ну вообще, блядь, сейчас он меня в борт башни разберет, это я в гадалки не ходи просто, в щучки, просто не хочу стоять его, караулить, он может, блядь, через два часа после ремонта, как бы, вылезти, ждать его, стоять, тут что-то вообще нерентабельно, как-то, по-моему, прикройте меня, да, да, все, все наивно думают, что их прикрывают, есть у меня один такой дружбан, блядь, ну понятно, то есть опять, опять с базы до базы, блядь, убила меня, пантера просто нагибаторная вообще, все, КВ-2 не хочу, даже надоел, сейчас я их, блядь, по краешку объеду, вот в реализме, реально, на средних танках играть намного лучше, то есть, когда ты можешь быстро закинуть такой маневр, типа, объехать всех, обойти такими-то дальними рубежами, это в реализме намного круче, чем если, блядь, пытаешься картонным лбом танковать, съептать в лоб, на своих там, КВ-шках, ИСах, то есть, я просто жду, не дождусь, когда у меня, быстрые, бодрые, появятся СТ-шки, типа, 54-ка там какая-нибудь, мне ИС-3 там, не так интересен, как нормальная СТ-ха в этой игре, потому что, я, я люблю такую подвижность, мне кажется, если я, я останусь в этой игре, да, там, что-то гайдить, не дай бог, или еще там, что-нибудь делать, я буду популяриз, заниматься популяризированием СТ-шек, я мая, чтобы быстренько, на ходу, там, чпок-чпок, в баню, пусть там, додики всякие, на своих ПТ-шках, стоят в кустах, пипиську свою гладят, ептить весь бой, вообще, вообще ужас, нет, конечно, там тоже есть свои приколы, там, ну, опять же, радость после каждого фрага, да, дикая, потому что, с одной стороны радость, с другой стороны, просто, это огромный контраст с потерей времени, то есть, ты стоишь, ничего не делаешь, грубо говоря, геймплей у тебя никакой не идет, но тут, опа, фраг прилетел, думаешь, о, я не зря стоял, где он там, я даже хуй узнаю, откуда там что летит, здесь вообще ничего непонятного, в этом артиллерийском прицеле, что происходит, врага не видно, ничего не видно, нахрена здесь вообще артиллерийская наводка, она нужна, но они-то в меня точно как-то прицелились, им дорога в ориентировании помогла, он что-то падает туда так вяленько, никого, конечно же, не задело, здесь арт-удар, он вообще такой декоративненький, а они думают, что я там стою, а, нет, они меня видят, походу, а, да это ж мой зимний дружбан, блин, отморозок с камуфляжем белым, в принципе, понятно, можно дохнуть уже, хер, тут когда, блять, у тебя в танке вот такая вот, нахрен, цветовая палитра экипажа, это как бы намекает, да, видите, сколько перезарядка идет, просто охереть, еще и ствол не опускается, или что там, сначала по горизонтали наводится, потом по вертикали, никто ни в кого не стреляет, то есть, бой как-то, блять, остановился, мне такая тема уже не очень нравится, вон, я его вижу, он торчит, отлично, дерево упало, вообще, блять, классно, и так ничего не видно было, долго там будет пыжиться на своем, блин, снежочки-то, я не понимаю, сдохнуть-то не пора уже, артиллерия готова, вот там он где-то, да, артиллерия, огонь по квадрату, вас понял, огонь, видите, ствол не опустить, ептащик, ну, закинул, блять, такой вообще снайперский выстрел, да, осколки вроде в башню полетели, вовнутрь, и никого не задели, меня ваншотят, вот в этот люк, который на башне регулярно, а я никого, блять, по-моему, ни разу еще, если только с квехи, со второй залупнуть, ждем, блять, нереальную перезарядку, ниже ворот, да, меня попали, да, плевать мне, в общем-то, начинаем, ой, минута ремонта, все, короче, я сворачиваюсь, у вас ремонт заканчивается, я просто все время в этой игре, когда на ремонт надо вставать, я уезжаю куда-нибудь, сворачиваю игру, мне неинтересно же, смотрите, как танк ремонтируется, две минуты, блять, вот, то же самое бывает, что когда кв второй перезаряжается, я тоже игру сворачиваю, наконец-то я сдох, честно говоря, отличная вообще карта, просто супер, с другого конца поля, птшка, которую даже не видно, тебя убину, вообще, восхищаюсь этим режимом, очень классно, то есть, режим-то, может, и здоровый, да, отличный нормальный режим, но так мало карт нормально, где можно, блять, в него поиграть, и так мало пиздюков, которые, блять, готовы в него играть, вернее, так много, в Упоне, короче, которые готовы, стоять в кустах весь бой, и ждать, блять, вообще пизда там просто, просто посмотрите, на вялость, блять, этого боя, это просто пиздец, вообще никто никуда не едет, Все стоят, это такая картошка, блядь, на самом деле Реально, я когда, нахуй, уходил Последний раз из World of Tanks Я точно так же просто сказал, идите нахуй, блядь Мне надоело, ваш Камарин, блядь, ваша Малиновка Где стоишь, блядь, ничего, никуда никто не едет 15 минут все, блядь, постояли, нахуй Ничья, отлично, заебись Время жизни потрачено прекрасно И здесь вот, блядь, режим реализма Точно такая же хуйня Все стоят, что-то где-то куда-то постреливают Вяленько, блядь А если при том, что большая часть людей Живы, они в игре, но никто ничего не хочет Делать, это пиздец Все, короче, спасибо За внимание, пишите, жмите, что хотите Адьё